Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Контроль за пищеблоками в детских загородных лагерях усилят. Причиной для проверок стало отравление детей в Волгаренке. Сто кабинетов оборудовали компьютерами для уроков и КТ. Самарские школы готовят к приему учеников. Уложили плитку, установили новый спортивный комплекс. Как идут работы на аллеи, заменившие рынок на пресечении Авроры и Аэродромной. В детских загородных лагерях усилят контроль за пищеблоками. Причиной для дополнительных проверок стало отравление детей в лагере Волгаренок. Отдыхающие пожаловались на боли в животе и рвоту. Сотрудники учреждения вызвали медиков. На место прибыли три машины скорой помощи. Обследовали больше 20 детей из 113 находящихся в лагере. Троих госпитализировали. По решению Роспотребнадзора сейчас лагерь закрыт. Все дети отправились по домам и находятся под наблюдением врачей по месту жительства. Угрозы, еще раз хочу повторить, здоровью нет. Все оставшиеся дети, которые были выведены из лагеря, находятся под патронажем первичного звена медицинских работников по месту жительства. Повторных обращений, жалоб тоже у нас нет. Но мы со стороны Департамента образования и Роспотребнадзора сейчас организовываем проверки, усилим контроль за работой пищеблоков всех загородных лагерей. Поэтому я прошу всех, во-первых, успокоиться. Угрозы нет. Мы работаем над тем, чтобы у нас таких случаев не было вообще. Что стало источником плохого самочувствия детей, еще предстоит выяснить. Все виновные лица понесут наказание. Остальные загородные лагеря продолжают свою работу. Тем временем почти все учреждения системы образования Самары готовы к новому учебному году. Об этом руководитель городского департамента образования Елена Чернега рассказала на совещании в Самарской мэрии. За лето провели масштабные работы по ремонту и техническому переоснащению школ и детских садов. 1 сентября город должен создать атмосферу праздника для детей, которые вернутся в свои учебные заведения после долгой разлуки. Подробности расскажет Олег Зверев. В школьной столовой еще пахнет свежей краской, но уже скоро здесь будут витать ароматы борща и хлеба. Пищеблок обновлен радикально, выполнен ремонт, установлены современные котлы и печи. Школа номер 149 готова принять учеников согласно всем требованиям санитарных правил и норм. Горячим питанием дети будут обеспечены. В этом году, так как не было в июне летнего лагеря, у нас была возможность приступить к работам в середине июня. И работа закончена неделю назад. Сейчас мы все домываем, развешиваем шторки, расставляем посуду, раскладываем учебники. В тех школах, где пищеблоки не соответствовали современным требованиям, провели ремонт и замену технологического оборудования. Их работа будет обеспечена с большим запасом прочности. Сегодня, 17 августа, из 387 учреждений у нас принято 386. В рамках исполнения поручения президента об организации горячего питания во всей начальной школе был проведен полностью аудит и мониторинг готовности пищеблоков к организации именно горячего питания начальной школы. Точки роста, так называются эти кабинеты. Их создание предусмотрено федеральным проектом «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. В этом году они оборудованы в 50 замарских школах, по два в каждой. В общей сложности детские сады и школы Самары встретят 1 сентября в полной готовности. Еще никогда дети не ждали начала учебного года с таким восторгом. После долгого онлайн-обучения для них это возможность снова прийти на уроки, встретиться с друзьями и учителями. Важно в этот день создать атмосферу праздника, тогда и результаты учебы будут на высоте. Сегодня на совещании глава города Елена Лапушкина напомнила об этом районном администрации, чтобы к 1 сентября Самара приветствовала своих детей чистотой и порядком. Покос травы у нас с вами продолжается. Газоны чистятся, поливаются. Там, где у нас проходит программа «Комфортная городская среда», смотрите по прилегающей территории. Говорю вам про здания, про фасады, говорю вам про объявления, которые необходимо зачистить, чтобы территория, в общем-то, сразу приобрела нарядный вид. При этом, чтобы учебный год прошел успешно, необходимо помнить и о требованиях Роспотребнадзора. Родители должны предупредить своих детей о необходимости в школьном коллективе соблюдать правила, которые защитят их от любого вируса. Олег Зверев, Василий Халдашов, Константин Головин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе 7620 человек заразились COVID-19. Масочный режим продолжает действовать. Средства индивидуальной защиты необходимо использовать в помещениях и в транспорте, а на улице нужно соблюдать социальную дистанцию. Об этом самарцам регулярно напоминают народные дружинники. В один из профилактических рейдов с ними отправилась Мария Левина. Андрей Федотов в народной дружине уже год. Говорит, следить за порядком на родной земле – его гражданская позиция. После армии молодой человек собирается пойти работать в правоохранительные органы. Потому и практика профилактических рейдов в составе дружинников ему как нельзя кстати. От каждого из нас зависит безопасность ближнего. Так как если мы начнем с себя, начнем доводить до людей, что необходимо соблюдать эти меры, коронавирусная инфекция пойдет на спад, статистика, и в принципе станет безопаснее находиться на улице. Дружинники патрулируют парки, скверы, площади и дворы. Их главная задача напоминает людям о необходимости соблюдать социальную дистанцию и избегать мест общественного скопления. В регионе продолжает действовать масочный режим. Находясь в помещениях или транспорте, необходимо использовать средства индивидуальной защиты. На данный момент идет некоторый спад инфекции, поэтому некоторые меры ограничений уже сняты. Но тем не менее гражданам необходимо помнить о определенных мерах безопасности и соблюдать определенные предписания. Это нужно, необходимо для того, чтобы инфекция не начала распространяться заново. Такие профилактические рейды дружинники организуют каждый день. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Новый проспект с цветами, деревьями и фонтаном. Благоустроенные дворы и комфортные площадки для отдыха. Глава города Елена Лапушкина увидела, на каком этапе сейчас ремонтные работы в Советском районе. Об этом наш следующий сюжет. Работы на аллее, заменившие рынок на пересечении улиц Авроры и Аэродромной, идут полным ходом. Здесь уже уложили плитку, установили спортивный комплекс. Сейчас занимаются газоном. В сквере появилась пушистая красавица, которую украсили светодиодными гирляндами. Зимой она будет главной героиней праздника для сотен людей в округе. Глава города Елена Лапушкина проверила, на каком этапе сейчас работы. Местные жители, увидев мэра, выражали благодарность. Такую эту улицу самарцы не видели давно. Спасибо большое. Мы так шикарно. Подождите, еще отмоем. Все равно шикарно, уже шикарно. Идешь, что радуется. Спасибо большое. Вам спасибо. Сквер на улице Авроры преображается по инициативе самих жителей, большинство из которых проголосовали за его благоустройство по программе формирования комфортной городской среды. Эта программа подразумевает участие самих горожан в дизайн-проекте. Так большинством голосов было решено поставить в сквере на улице Авроры большой фонтан. В основном все довольны, потому что брали рынок этот не очень хороший, скажем так, мягко выражаясь. Будет красиво аллея, будут гулять в детьми, дети радуются, молодые мамы тоже радуются. Ну, как бы всем все нравится. С улицы Авроры глава города отправилась в сквер «Родничок Надежды». Само пространство благоустроили еще в 2018 году. Большой зеленый двор с детской и спортивной площадками, лавочками и беседкой с родниковой водой. Единственное, что огорчает местных жителей – это озеро, которое зацвело. Это особая зона интересов, особенно домов, лишь лежащих здесь, которые. Это место, где они встречаются, где гуляют, где занимаются спортом. Сейчас, встречаясь с жителем, практически во всех домах мы были, и главное, о чем душа болит – это озеро. В озеро уже выпускали специальные водоросли, но это не помогло. В итоге решили воспользоваться помощью дайверов. Заехала Елена Лапушкина и во дворы, которая благоустраивает по национальному проекту «Жилье и городская среда». Старые придомовые площадки облагораживают. Здесь появляются новые асфальтированные дорожки, тротуары, освещение, газоны, детские и спортивные комплексы. Каким будет двор, решают сами жители на собраниях собственников. Их инициативу вносят в дизайн-проект. Если уже в процессе ремонта у жителей возникают замечания и предложения, то в проектную документацию вносят соответствующие коррективы. Мария Левина, Василий Кладошов, Константин Головин. События. Дать озеру в сквере «Родничок надежды» вторую жизнь, благоустроить сквер-экономист и отремонтировать спортивную площадку во дворе. С такими просьбами пришли на прием к главе города Елене Лапушкиной жители советского района. Какие вопросы удастся решить в ближайшее время и готовы ли сами горожане участвовать в благоустройстве, узнала Лариса Шалафаст. С просьбой помочь разрешить спорную ситуацию с управляющей компанией обратилась к главе города старшая по 240-му дому на улице Партизанская Татьяна Казаева. Жители копили на замену дверей и окон. В итоге по бумагам ремонт проведен, на деле нет. Была замена окон и тамбурных дверей не выполнены с 2016 года. И 18-й год текущий ремонт, который был намечен, тоже не выполнен. Управляющая компания дала ответ, что тамбурные двери у нас поменены, окна у нас поменены и намечен ремонт кровли шиферной, когда у нас уже в 2014 году капитальный ремонт крыши был. Жилищная инспекция вынесла управляющей компании предписание, которое до сих пор не исполнено. Глава города Елена Лапушкина поручила районным властям посодействовать жителям в решении этого вопроса. Один из возможных вариантов – смена управляющей компании. Если вам нужна какая-то помощь, перейти в другую управляющую компанию по сбору документов, по председателям. Нет, все у нас уже. Вот районы, безусловно, вам окажут. Также жители попросили посодействовать в смене вида работ, которые запланированы в фонде капитального ремонта. В доме необходимо заменить коммуникации, а в документах по-прежнему указана кровля. Я просто возьму информацию, собственно говоря, найдем их письма и найдем, на каком основании они вас ставят именно, по какому виду работы, на какой. Вот и все. И заодно узнаем ваш процент сбора. Мы заодно узнаем ваш процент сбора. И тогда мы с вами примем решение, как мы с вами дальше пойдем, окажем содействие с передвижки сроков в случае необходимости. С просьбой вернуть озеру в сквере «Родничок надежды. Вторую жизнь» на прием главе города пришла Ирина Слугина. Эта территория давно стала любимым местом отдыха для жителей района. Водоем запускали рыбу и черепашек. Но постепенно родники засохли, и теперь в озере обитает только мусор. За столько лет озеро вообще у нас не чистилось. И вот прям вот большая-большая просьба почистить это озеро, и чтобы опять мы запустили этих черепашек. Чтобы расчистить водоем, нужна тяжелая техника. Но два года назад дворы, прилегающие к озеру территорию, благоустроили по муниципальной программе «Комфортная городская среда». Места здесь немного, поэтому жители опасаются, что экскаваторы повредят территорию сквера. Глава города поручила районным властям совместно с профильным департаментом найти другие варианты решения проблемы. С предложением по благоустройству «Сквероэкономист» в Советском районе на прием главе города пришла Валентина Быкова. В прошлом году территорию закрепили за муниципальным предприятием специям «Стройзеленхоз». Сейчас ее регулярно убирают, проводят опиловку деревьев. Но жители мечтают о полноценном благоустройстве. Там много освещения, надо и лавочки, и плитку положить, и деревья, которые старые совсем. Чтобы ускорить благоустройство, глава города посоветовала жителям принять участие в программе «Содействие». Выделяется финансирование из области, от города, это городская территория, город, но часть должна быть софинансирования либо жителей, которые просят за эту территорию, либо бизнеса, который располагается и тоже просят за эту территорию. С просьбой обновить спортивную площадку во дворе 46-го дома по улице 22-го портсъезда обратилась Ирина Козлова. Глава района рассказал, что благодаря активности жителей эта территория будет участвовать в программе формирования комфортной городской среды. У нас активные очень жители. Они собрали документы, пакет документов, причем это сделали очень быстро и подали в КГС «Комфортная городская среда». Они выиграли, и на следующий год они у нас стоят первыми. Составлять план-схему для будущего ремонта двора на 22-го портсъезда с учетом мнения жителей специалисты начнут уже в сентябре. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, Константин Головин. События. 47,5 миллиардов рублей выделят из резервного фонда правительства страны на компенсации медицинским учреждениям. Из-за коронавируса объемы, оказываемые неотложной помощи и лечения в стационарах, заметно выросли, поэтому потребность дополнительного финансирования также растет. Сколько средств направят в Самарскую область, расскажем в нашей рубрике «Экономика». Здравствуйте, в эфире новости экономики. Расскажу о них я, Лариса Шлафаст. В начале рабочей недели цены на нефть начали расти, но потом перешли к снижению. За баррель марки «Бренд» дают 44 доллара 60 центов. Валюта потеряла в цене. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 августа, составляет 72 рубля 96 копеек. Евро 86 рублей 46 копеек. Центробанк нарастил выпуск наличных. Количество пятитысячных купюр за полгода выросло на 320 миллионов штук. Всего Центробанк дополнительно выпустил в этом году 460 миллионов купюр. Эксперты считают, что деньги допечатали из-за тока средств со счетов. В ЦБ заявили, что бизнесу и гражданам потребовались наличные из-за коронавируса. Финансисты отмечают, хранить деньги дома – не очень разумное инвестиционное поведение. Хотя по мере восстановления экономики объем бумажных наличных снизится. АвтоВАЗ возобновил работу после корпоративного отпуска, сообщил профсоюз предприятия. Рабочие по-прежнему будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Дополнительно выделят 36 автобусов для доставки вазовцев. Это дает возможность организовать работу автопредприятия с соблюдением требований Роспотребнадзора в два потока. Почти 607 миллионов рублей получат больницы Самарской области в качестве компенсации расходов на лечение больных коронавирусом. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Из-за коронавируса объемы оказываемой неотложной помощи и лечения в стационарах заметно выросли. Поэтому потребовалось дополнительное финансирование, говорится в документе. Деньги выделят из резервного фонда правительства. Всего медучреждение страны получит 47,5 миллиардов рублей. На этом сегодня все. Удачи в делах! Преданный и бесстрашный защитник Родины. В Самаре отметили 95-летие со дня рождения героя Советского Союза Александра Ямщикова. У дома, где он родился, прошел торжественный митинг. Легендарный советский разведчик хотел стать машинистом, но все планы изменила Великая Отечественная война. История героя записал наш корреспондент. Именно из этого дома номер 142 по улице Льва Толстого в 1941 году на фронт ушел 16-летний Александр Ямщиков. Он был крепким физически, владел боевыми приемами и немецким языком, из-за чего ему сразу предложили стать полковым разведчиком. Еще под Москвой он взял в плен немецкого генерала, но особо отличился в боях за освобождение Украины. У небольшого села практически в одиночку ликвидировал немецкий отряд. Всего за время службы в разведке Александр Васильевич доставил 23 гитлеровских офицеров высокого ранга, обладавших ценными сведениями. Информацию обо всех подвигах героя собрал в одной книге член его семьи Александр Прокофьев. Он был стойким характером и завещал всем нам, независимо, кто мы, какой национальности, какой у нас характер, всем завещал быть стойким, настоящим мужчиной. Воспоминаниями о герое Советского Союза делились сегодня на торжественном митинге в честь 95-летия со дня рождения Александра Емщикова. О нем говорили члены его семьи, депутаты Самарской губернской думы, представители ветеранских организаций и участники молодой гвардии. Я считаю, что наша страна сильна, в первую очередь, тем, что мы не забыли ни одного героя. Мы чтим память и передаем их подвиги с поколения в поколение. Мы не являемся Иванами непомощи родства. И в этом наши силы. Александр Емщиков прожил 64 года. В 1987 году о себе напомнил осколок гранаты, который 40 лет находился в голове легендарного разведчика. А в 2004 году на доме, где родился и жил герой, установлена мемориальная доска, чтобы сохранить память о подвигах защитника Родины. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Меньше трех недель осталось до написания диктанта Победы. 3 сентября акция пройдет в 75 странах мира. Изначальный экзамен планировали провести в апреле, но из-за сложной эпидемиологической обстановки перенесли на осень. В Самарской области свои знания по истории смогут проверить 50 тысяч человек. Для участников в регионе готовят более 700 площадок. На одной из них побывала комиссия проекта «Историческая память». Об этом наш следующий сюжет. В мультимедийном парке об истории России в буквальном смысле говорят даже стены. Но 3 сентября своими знаниями здесь будут делиться не они и даже не сотрудники музея, а участники акции «Диктант Победы». Жители и гости города ответят на вопросы о Великой Отечественной войне. Нужно дать максимум правильных ответов за минимально короткое время. В этом году ожидаются и нововведения. Будет дополнительно 5 вопросов, которые касаются нашего региона. Всего вопросов будет 25. Здесь будут у нас участвовать, принимать участие волонтеры Победы, которые будут оказывать конституционную помощь, регистрировать участников и отмечать время прохождения диктанта. На этот раз к привычным обязанностям добавится контроль за соблюдением масочного режима, санитарно-эпидемиологических норм и социальной дистанции. Зал на 200 мест, но с учетом социальной дистанции мы будем рады принять участников диктанта в количестве 70 человек. Все сотрудники парка работают в масках и перчатках. В конференц-зале и при регистрации также будет доступна дезинфекция рук. Всего в Самарской области организуют 759 площадок для интеллектуальных испытаний. Это позволит принять почти 50 тысяч участников разного возраста и рода деятельности. Как показывает опыт прошлых лет, диктант победы находит отклик в сердцах тысяч граждан, поскольку Великая Отечественная война стала частью истории каждой российской семьи. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев, События. Коллаборация областного художественного музея и театра «Самарская площадь». В городе стартовал проект «Один день в музее». Сначала зрители могут увидеть выставку черно-белых фотографий Жерара Ефера, а затем посмотреть спектакль «Играем Биттрупа», который продолжает монохромную тему. Как перекликаются между собой французский фотограф и датский карикатурист, выяснили наши корреспонденты. Можно ли сыграть спектакль без единого слова? Для артистов «Самарской площади» это не вопрос. Театральная постановка «Играем Биттрупа» – это пластическая клоунада по карикатурам датского художника. Герои попадают в комичные, трогательные и романтические жизненные ситуации, понятные каждому зрителю. Это первое выступление трупа перед живым залом за пять месяцев. Эта фраза уже такая расхожая, что театр – это здесь и сейчас. И тем не менее, театр – это действительно здесь и сейчас. И обязательно со зрителем обязательно должна быть обратная реакция. Вот эта горошина, которую кидаешь в зал, она обязательно должна вернуться. А иначе нет спектакля, нет театра. Спектакль на заднем дворе Самарского областного художественного музея – это часть совместного проекта театра и музея. Постановка стала своеобразным продолжением открывшейся одноименной выставки французского фотографа Жерара Юфера. На его черно-белых кадрах, как и на карикатурах Биттрупа, запечатлены забавные и интересные моменты. Только не из повседневной жизни, а из жизни музеев и галерей. Эта выставка долго ждала своего звездного часа. Ее готовили к майской ночи в музее. Всем жителям нашего города от всего сердца желаю ее посетить, потому что это большая редкость. Мы очень долго готовили этот проект. Еще очень долго он отжидался в запасниках нашего музея. Наконец-то есть такая радость прийти в любом возрасте, чтобы улыбнуться, чтобы переосмыслить свою жизнь и провести этот день в музее. Выставка французского фотографа продлится еще два месяца. А потом самарцы успеют оценить, как зритель взаимодействует с экспонатами, увидеть себя со стороны и задуматься о своем отношении к искусству. Мэри Илчан, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов, События. Крылья Советов одержали вторую победу в Футбольной национальной лиге. Подопечные Игоря Осенькина разгромили сельскую команду «Чайка» из Ростовской области. Лидер «Волжан» Антон Зиньковский отметился дублем. За ходом поединка наблюдал Анатолий Головко. Переиграли на классе футболисты самарских «Крыльев Советов» наконец нащупали свою игру и начали уверенно разбираться с соперниками в Футбольной национальной лиге. В четвертом туре первенство подопечной Игоря Осенькина разгромили «Чайку» из села Песчанокопской Ростовской области. На 43-й минуте первого тайма капитан «Волжан» Александр Гацкан перехватил мяч у хозяев поля и начал атаку «Крыльев». Легионер отпасовал Даниле Пруцеву, который отдал результативную передачу на Зиньковского. Полузащитник поразил ворота «Чайки» прицельным ударом в левый нижний угол. После перерыва защитник «Самарцев» Сергей Божин упрочил преимущество КС. Он забил гол после углового, а на 55-й минуте Антон Зиньковский оформил дубль после передачи Дмитрия Камбарова. Наверное, второй гол определенную такую уверенность нас селил. И после второго гола преимущество у нас вырисовалось достаточно большое. Этот матч стал вторым победным для «Самарцев», а Евгений Фролов вновь оставил свои ворота в неприкосновенности. В игре против «Чайки» дебютировал экс-нападающий московского «Торпеда» Иван Сергеев. Он перешел в стан «Крыльев Советов» на прошлой неделе. После матча с «Чайкой» самарцы выбрались из болота турнирной таблицы «ФНЛ». Сейчас они занимают шестую строчку и имеют в своем активе 7 очков. Следующий поединок подопечные Игоря Осенькина проведут на «Самаро-арене». Они померятся с силами с Оренбургом 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17.00. Анатолий Головко, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на официальном сайте «Самаро-ГИС» и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго! Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok